Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу. Вопрос 2217». В продаже много разных рубашек с надписью «Make your choice. Сделай твой выбор». Как-то это можно к верующим отнести? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И ты можно только к верующим приложить, так как у неверующих нет выбора, как и у православных в основной массе. У них все строится на отрицании. Поговори с любым сектантом, кто к ним перешел из другой веры. И он обязательно расскажет, как он был православным и ничего не понимал, что ему никто Библию там даже не показал. И вот он сделал свой выбор. Православный же, ничего не зная про баптистов или других еретиков, просто верит батюшке, что никуда нельзя хоть заходить и что нужно гнать всех, кто не с ними в шею. Потому что вера православная мир сохранила. Он отрицает всех и никогда выбора не делал. Он родился в этом суеверии с корнями и традициями, и полнотой веры, и полнотой церковной. И с этим намерен и отойти на суд Божий. Так что тут не на равных, как и безбожники, которые ничего, кроме своего нуля, никогда не ели. Конечно, если делающий выбор досконально знал веру православную, а не суррогат публичный, и хорошо до конца видит, чем закончится его эйфория в секте. А так как переходящий в ересь православие ни нюхом, ни слухом не знал, толкование писания от святых отцов не изучал, и знает только обольщение и верхушку секты, куда он влип, как муха, то его выбор условный, фикция. Make your choice должен относиться не к купленной рубашке, а к выбору жизни. Второзаконие, 30 глава, 15-19 стихи. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть приложил я к тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Книга Иова, 34 глава, 33 стих. По твоему ли рассуждению он должен вас давать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне. Говори, что знаешь. У православного, стоящего на отрицании всего, что не батюшкиного поля, остается шанс на спасение, один из миллиона, быть может, если попадется ему чудо-редкость, возрожденный пастырь, знающий Писание Божие и правильно руководствующий жизнь своей посомой, послушной ему овечке. А у сектанта нет ни одного шанса, ни одной доли процента на спасение, так как при всем его знании Писания, он Писание меньше всего правильно понимает. И нет у него благодати освящающей, священства и таинств спасительных. Даже будь сектант мучеником, как говорит Киприан Карфагенский, даже кровь мученичества не смывает грех разделения, отделения от Церкви Христовой. «Христос не просто пришел дать нам спасение, но спасение в Церкви и только в Церкви, в теле Его Святом, чтобы создать Церковь и чтобы в Церкви мы все единодушно спасались». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 52 стих. «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Деяния, 2 глава, 47 стих. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Колосинам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и в исполнении достаток в плоти моей, скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь». «Наше рассуждение основано на Священном Писании, которое неизвестно православным в основной массе и досконально у всех сектантов извращается лжетолкованием». Евангелие от Луки, 14 глава, 24 стих. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Нужно больше читать святых отцов и посещать сектантов, смотреть на их опыт и много перенимать. Сирахова, 34 глава, 10 стих. «Кто не имел опытов, тот мало знает, а кто странствовал, тот умножил знания». Сирахова, 38 глава, 24 стих. «Мудрость книжная, приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость». Стихотворение. «Молоток и гвозди строим мостик, топоры и пилы, здесь серьезный мост. Постоянно ждем кого-то в гости, в кухне тешимся или уважаем пост. Все готово, подано к столу, на застолье родственников ищем. Сам прислуживаешь или ищешь слуг, несворованным ли ароматом пищи. Знай, блажение давать, а не просить, принимая спонсорскую помощь. Много могут жены растрясти, есть такой неэкономный овощ. Нашу пристань правят корабли, шлефом пыль, все к нашему двору. Отдохнет усталый пилигрим, с новой силой выйдет поутру. Нужно обогреть и обстирать, на дорогу положить в котомку, афоризм запишет пусть в тетрадь. Кто с писанием, тот в море не утонет. Из гостиницы напавить им гостинцы, Библии и новые заветы. Дали бы другим, а не напиться, немощным духовные советы. На бесплодии, как на месте лобном, Кружит крушуньё из отговорок. Хорошо, я помогу сегодня, Но мне поможет кто-то скоро. Делая замен, не ожидай, Вечности награды замаячит. У гостей чеченцы и жида, Даже тех, о ком секира, плачет. Наводи мосты или мосточки, К сердцу недруга, Хотя бы через желудок. С завязи плоды, примета с почек. Приготовь скамейки и посуду. Игнатий Тихонович Лапкин, 2004 год.